умирают таможенник транспортник и дальнобойщик и попадают на небо врата рая там ключник петр все дела а ну и первый таможенник до петра здрасьте здрасьте рида я бы мне в рай он говорит а вы кто я таможенник вам ваши все в аду и уйдите вот тут пошел туда вниз а следующий транспортник до петра здрасьте здрасьте рида мне в рай это вы кто он говорит да я транспортник мнение вам тоже ват увидите мужик пошел догоняете черки ждут смола готова наш коллега посмотрел на эту беду думает тому его нафиг короче папку подмышку и за ними туда вниз на петр ему говорит мужик говорит стой горит а ты горит кто он горит да понимаете горит я дальнобойщик я так понял не тоже ватон я не проток тебе назад на землю тебе вечером грузиться организм на исходе сил вот-вот умрет тогда мозг собирает собрание всех членов и говорит вот у нас только такие дела мы можем загнуться надо какие-то ресурсы искать у кого какие предложения селезенка говорит у меня есть предложение вот у нас двое легкие давайте одно оставим а вот ресурс но мозг и объяснил же мы дышим плохим воздухом курим с одним легким и еще быстрее загнемся еще будут предложения опять селезенка он даже двое почек но не про почки все объяснил и уже раздражают будут деловые предложения опять селезенка а вот у нас двое яичек тогда встает член и говорит что вы слушаете эту проститутку мозг ему говорит все невидно и сядь когда ты встаешь я вообще перестаю что-либо отдыхал как-то один такой очень состоятельный мужичок на природе ну и короче так нажрался что цепь свою с утра не досчитался на себе потерял золотую ну думает местные увеля однозначно деревенские звонит короче в город приезжает братва начинает все село шерстить короче нет цепи ни у кого короче ладно херстим взяли все село построили в шеренгу ну этот мужик идет у всех рубахи на груди рвет ищет цепочку свою тут херак одному селянину рубаху разрывает висит его цепь он ну чё чувак давай признавайся откуда взял селянин помаялся говорит такой ну чё вчера еду полем смотрю какой-то пьяный валяется ну я говорит его в жопу трахнул позвал брата тот тоже его брат свата ну короче так всем селом по кругу его и пустили а цепь я себе о нем на память взял тот стоит такой блатной затылок почесал и говорит блин цепь хорошая но не моя впрочем это уже совсем другая история привет попросили рассказать сидят две дамы в ресторане одна вопрос вдруг задала а что скажи в интимном плане как обстоят твои дела никак ответила с тоскою другая и а то в ответ ну так и быть тебе открою сегодня маленький секрет на кухне кран закрой потуже достань резинку ты в трубе а после в жек звони быстрей зови сантехника к себе надень коротенький халатик забудь про нижнее белье придет как миленький касатель нагнешься и возьмешь свое домой подруга побежала осуществлять свои мечты а вместо крана поломала комфорку газовой трубы набрала бодро 04 если срочный сделала заказ и вот и уже в ее квартире стоит мужчина через час на кухню слесаря заводит нагнулась опа в тот же миг нее ремонтник плавно входит и раздается женский крик куда ты ира токаяны да не туда же идиот тот с амплитудой постоянно есть все сильнее булки жмет не замечая злобных реплик сказал ей мастер напрямик туда к тебе зайдет сантехник а я хозяйка газовщик здравствуйте дамы господа скорый поезд купейный вагон скучающие пассажиры вышли в коридор смотрят в окошко кошки открыты ветерок сквознячок обдувает балдеет в общем тут выходит проводник смотрят на время на часы и идет поэтому по коридору по вагону закрывает занавески стал в конце вагона постоял 5 минут смотрят на часы идет назад открывает занавески пассажир у нас просто чуть сейчас было то зачем ты знаешь закрывал да понимаете тут полгода назад случай был в третьем купе ехал француз то ли художник то ли писатель на вот так же как и вы вышел к окошку посмотреть полюбоваться красотой русской глубинки и тут увидал что деревенская девушка вышла на пригорах к опорожнице о какой видал ее белую задницу влюбился с первого взгляда вышел же на первой станции нашел деревушку нашел эту девушку женился на ней и увез ее в париж пассажиры ну это конечно все интересно причем здесь мы занавески да дело в том что когда этот поезд теперь проезжает мимо этой деревушки вся деревня выходит посрать на гребный пригорах муж заподозрил что его жена изменяет ну какая-то она веселая стала счастливая такая жизнерадостная улыбается красится прически делает духами пользуется явно изменяет ну думает надо это все дело проверить вот ну и говорит жене уезжаю в долгую командировку а сам самом деле в соседнем доме напротив снимает квартиру окна в окна покупает бинокль заседает там берет с собой сигареты немножко водки немножко еды но чтобы ничего не пропустить и перебирается соседний подъезд когда наблюдает за женой смотрит она кому-то звонит вот потом смотрит там через пару часов подъезжая там крутое bmw там написано прямо на номере деталик думает сука это явно к ней смотрит заходит в их подъезд поднимается на их этаж звонит в дверь с цветами заходит он такой ну ты капец и такой вниз или досмотреть или блин пойти топор схватить его зарубить их или досмотреть не думают ну надо уже поймать на горячем чтобы уже но был факт и зафиксирован может это доставщик цветов ну кто его знает может жена заказала себе цветы вот любит цветы и все ну и смотрит дальше когда смотрит цветы как-то вот в общем-то пошли в вазу шампанское открывается там конфеты едятся но думает все надо бежать хватать топор и убивать обоих думать не не а вдруг ничего не будет может он какой-нибудь гей но слишком красивый да когда смотрит там виталик начинает снимать рубашку у него там мышцы играют кубики на животе пресса весь такой лощеный загоревший двое это капец его точно убью этот начинает раздеваться его жена и понимает так грудь обвисла так бака жирные так на ногах целлит сука так перед виталика мне удобно ворона сидит на дереве а внизу пробегает зайчик и говорит ворона как тебе так удается ничего не делаешь и такая счастливая она говорит и ты так же можешь это что как этом к тут сиди ничего не делай и зайчик сил пробегает леса съедает зайца ворона зевнула на это происшествие сказала хочешь ничего не делать и сидеть надо сидеть высоко бабушка а скажи а вот что лично для тебя дала коммунистическая партия советского союза ну как тебе внучок объяснить вот был один у меня случай мой муж твой дедушка застал меня как-то дома с любовником и как начал орать да не будь я членом партии я бы сейчас вас скинул с девятого этажа да и будь я членом партии я бы тебя сука зарубал бы топором да не будь я членом партии а я стою с расширенными от ужаса глазами и про себя шепчу слова кпсс слова кпсс заходят в камеру арестант заводят камера все заводит на новенького в камеру первохода раз зэки смотрят на него злые зэки говорят на чем уже вилкой в глаз или в жопу раз он посмотрел разворачивается и в шубу начальник ты чё меня к петухам пас посадил выводи меня ему подожди а ты чё где-то здесь петухов увидел а чё-то я среди вас блять ни одного одноглазого не вижу очередной анекдот ребята стоит на посту стажер гаишник ну стоит палкой машет мимо него прилетает гелик окно открывается и с криком из гелика пачку денег кидает и кричит на держись собака но тот деньги хватит и ну бежит на пост жаловаться и бать в слезах весь блять заплакан и забегает товарищ майор вот так и так на гад держись собака войтов да как так майор у него деньги хватит собака это я тыгает еще щенок